Три месяца под топор, понятно. Больше ей не надо держать, она будет уже дожреваться. А утят почем? 130. Короче, 110 курята, 130 утята. Индюки 450. Гуси 4. И гуси есть? Были гуси 400 рублей 3 дня. А будут через неделю? Да, но я думаю подороже. У нас гуси линда, племеные чистые. То есть у нас инкибационные линда. А вы откуда? Горно-болокли. А, горно-болокли. Телочка, скорее всего. У нас, друзья, корова отелилась. Еще две телочки. Еще две телочки. Пастух позвонил, говорит, корова тельца. Ну, мы, в общем, приехали, она отелилась. Телочка. Телочка. Где что, телочка? Опс, бучок точно. А я на лицо смотрю, телочка. А это рыжие, рыжие, а те остальные у нас черные. Ну, вот, друзья, пускай оближет. Сейчас поближет, а потом возьмем его. Так, друзья. Ну, то есть коровы тельтся сами. Нет никакой необходимости сразу подрываться, вызывать неотложку и бегать их спасать. В редких случаях, я бы сказала, ну, может быть, сколько. Ну, мало неудачных отелов. Ну, не знаю, во всяком случае у нас. Поэтому, поэтому... Было, конечно. Ну, здрасте. А сколько раз мы ветеринара вызывали даже в этом году? Два раза? Не вылазил. А это удачно, если не вылезает, да? Ой, короче, с Николаем Петровичем вообще не заговоришь. У него... Если мне... Домкрат, помнишь, да, как мы вытаскивали? Если ему белое, то мне обязательно зеленое. Ну, так, сейчас мы его в багажник загрузим. И потихоньку поедем домой, а она пойдет следом. И все остальные дела будут делаться на базу. Я недавно, кстати, видео увидела, что вот так хотели забрать у коровы теленка. Она как кинулась. Кинулась на людей. Ну, на нас ни разу никто не кидался. Но она, конечно, пойдет. А так ничего, он ростленький, башка у него маленькая. Вот так, друзья. Так что, с прибавлением у нас еще один бычок. И в результате у нас получается один бычок на подсосе. Он у коровы сейчас молоко не выпивает, у белой. Вот, и мы его поддаиваем, корову поддаиваем. Две телочки мы купили, рыженьких. Кормим с банки. Это уже три на улицу, не выпускаем их на траву. А то они худенькие. Вот, и еще три теленка, которые ходят с зайкой на траве около дома. Вот еще наша корова. Вот эта белая корова, друзья, вы знаете, интересно. К ней присасываются телята. Хотя она телка. Она еще ни разу не рожала, но она дает телятам пососать. Она, я смотрю, вымя начала набирать. У нее оно завиднелось. То есть у нее молока по определению не может быть. Она еще не рожала. И тем не менее, телята к ней присасываются. Не знаю, что они у нее там насасывают. Но факт тот, что это у нее появилась вымечка. Эта дочка, может быть, кто помнит, я покупала два года назад. В Даниловку мы ездили. Корову, смотрите, вымят. Ну вообще. Кому расскажи, не поверят. Вот. А у мышки он молоко капает. Слабые сиськи у нее. И вон, видите, вот, пожалуйста, вымя. Прикольно. Ну и вот, и корова у нас не пошла. Остались телочка. Вот одна телочка, еще черная телочка. Они еще не телились. Но мы ее доить не будем на подсос. Вон мышка. Вот корову, которую мой муж называет косорылая. Вот она, пожалуйста. Вон там еще корова ходит на подсосе. Серая корова с черным теленком. Но это не наша. Вот здесь кустик, под которыми всегда пастухи сидят. Посмотрите, здесь гнездо. Видите, из веток вороны слепили. Я не знаю, кто. Вот видите, как укладывают гнездышко. Это лох серебристый. Так, ну вон. Пастух рассказывает, три дня назад здесь еще у соседей корова в поле отелилась. Ну то есть мы на это спокойно как бы относимся. Все говорят, ой, держите корову дома. А кто ее знает, когда она отелится? Здесь недалеко отелится. Поехали, забрали. Такие дела, друзья. Вон уже встает. Поедем сейчас загрузим. А мы возимся на огороде и сажаем помидоры. И не только я перец посадила, баклажаны. Худая. Так, и что-то получается, что молока у нас больше, чем надо. Опять выходит. Смыслей, ты делай что-нибудь. На прогулку. Закрывает он, встает. Пошли. Она пойдет, блин. Как видите, Николай Петрович качает колесо. Дело в том, друзья, ну увидите, что Николай Петрович, вот колесо только что накачал на прицепе. Дело в том, что когда погрузили теленка в этот багажник, он оттуда стал выскакивать. Багажник пришлось закрыть. А раз багажник закрыли, корова теленка не видит, она побежала к горе искать теленка, представляете? То есть теленка нам пришлось выгрузить, а наш прицеп стоял в соседнем хуторе. Ну, сын забрал, чтобы ветки вывезти со своего участка. И вот мы приехали, забрали прицеп, сейчас ветки выгрузим там, где их положено выгружать. И сюда загрузим теленка. Вот. Заодно забрали Тимура, он тут с пацанами игрался. Это, в общем, друзья, соседний хутор у нас здесь. Вот. Мусор сейчас выгрузим. И будем надеяться, что корова стоит на месте. Ну, я больше чем уверена, что она там и есть. И все, поехали. Вот так. И будем забирать теленку уже во второй раз. Мы приехали. Теленок уже за это время высох. Ну что, вот теперь его надо как-то загрузить в багажник. И чтобы она видела. Ну, если не связывать, то сесть с ним в багажник, лечь на него, чтобы он не брыкался. Только так, если веревки не будет. А у нас нет веревки. Ну, только, да, ехать с ним в багажнике. Больше никак. Ну, давай. Садись у вас. Садись у нас. теленка мы отвезли вернулись вот сюда в стадо но она тут бродит, ищет место где отелилась, ищет куда ее теленок делся, вот видите, зашла в Эльмень там вода, Николай Петрович пошел ее выгонять, ну то есть да вот такие проблемки что там, сыра? она перебрела перебрела воду и стоит там на островке ей тут очень хорошо а стадо вон пасется чем дело кончилось? вот, смотрите Николай Петрович снял брюки и пошел выгонять корову я сказала, я не пойду, я буду ждать пока она сама выйдет, он говорит, я ждать не буду я пошел, ну вот он и пошел сейчас она полка греет дубиной ветер, пока, друзья, не куплю микрофон так и будет задувать так, надо ее к стаду направить к стаду у нас вон там на все про все у меня ушло, наверное, часа три все это время у меня поливался огород видите, какая лужа налилась потому что у нас без полива вообще нельзя я сейчас переставила брызгалку у меня просвело сейчас я вам покажу вот такие они у тебя на глазке лабелия, сверб падают ветки но они, в общем, можно сказать, меня достали петунька цветет вот, посмотрите ясколка расцвела такой белый островок симпатично смотрится вот то, что там поливается видите, как красиво около бассейна и там мой газончик надо здесь покосить и будет вообще просто прелесть так, посмотрите вот здесь расцветает расцветает аквилегия такие заросли у меня ну все, пускай поливает сейчас смонтирую вам по быстрому видео про то, как мы сегодня добывали теленку у коровы цветочки еще не разрослись но, тем не менее, видите вот так и всем пока!